Леш, привет! Сейчас подскажу тебе по фронт-лупу. Вот, со стороны это все выглядит, как будто ты прыгаешь эйр-грабби, только вращать тебя на фронт-луп. Движения на грабби и на фронт-луп немного разные. И первое, с чего мы начнем, так это то, когда ты берешься задней рукой, это очень широко. Не надо так браться, в твоем случае это тебе во вращении не помогает. Дальше ты поймешь почему. Берись чуть-чуть уже, чем ты делаешь, где-то на 10-15 см, вот в этом месте рука, чтобы встала. Далее, когда ты заходишь в прыжок, ты сразу же начинаешь закрывать парус. Это тоже делать не нужно. Вот, постарайся продолжать еще держать открытый парус. Тебе он нужен для того, чтобы ты его начал выводить еще больше-больше вбок от доски. А когда начинаешь взлетать, вот здесь вот, ты должен больше уваливать доску по ветру. В момент, когда ты толкаешься, это как раз и идет. При толчке задней ногой больше дави на подветренный борт, чтобы доска увалилась. Пока она будет уваливаться от давления, твой парус должен быть открытый. Тогда ты сможешь еще больше вывести его вперед и задать другую плоскость во вращении. После того, как доска увалилась вот так вот по ветру, только после этого ты начинаешь закрывать, подтягивая к себе заднюю руку и сгруппировываясь. И еще такой момент, чтобы быстрее крутиться, чуть меньше виси на парусе. Это тоже взаимосвязанные вещи. При открытом парусе тебе надо будет стоять выше. И, соответственно, это поможет тебе и борт придавить, и подать тело вперед во вращение проще. Вот. Так что запомни, парус не так широко, закрытие происходит попозже, когда ты уже взлетел. Уваливай доску, выводи мачту сильнее вбок от доски и только потом задавай вращение. Давай. Пока. Пока.